Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги Тавит Читаю русский синодальный перевод, традиционный перевод для библейского портала экзегет Долгое путешествие подходит к концу Тови отправлялся за деньгами получить деньги, которые были оставлены в Гаваилово Он их получил, заодно нашел жену, заодно встретил ангела в самом начале своего путешествия И теперь идет с ним и прислушивается к его советам И вот он уже близко от дома, от города Ниневи, где живут его родители Казалось бы, осталось только радостную встречу описать, но есть еще некоторые моменты И сказал Рафаил Тови, тот самый ангел Ты знаешь, брат, в каком положении ты оставил отца твоего, пойдем вперед прежде жены твоей И приготовим помещение, а ты возьми в руку желчь рыбью И пошли, и за ними побежала и собака Да второй раз появляется собака, пожалуй, это единственное в Библии упоминание домашних собак Хотя собаки в Библии, конечно, упоминаются, но в основном они там, которые бегают где-то И такое очень пренебрежительное к ним отношение А вот собака, которая всюду сопровождает своего хозяина, такая верная псина И, пожалуй, вот только здесь из всех библейских текстов она отдельно есть И вот сцена встречи Между тем Анна, мать Тови, сидела, высматривая на дороге сына своего И, заметив, что он идет, сказала отцу его Вот идет сын твой и человек, отправившийся с ним Рафаил сказал Напомню, что есть желчь рыбы у них с собой Они поймали некую особую рыбу в реке Тигр И уже тогда Рафаил предупредил Товию, что с помощью желчи этой рыбы можно исцелять слепых И вот зачем, опять-таки, мы можем сказать, зачем желчь, ангел в состоянии исцелить непосредственно Но, наверное, повествователь хочет тем самым подчеркнуть Что далеко не всегда какие-то чудеса, какие-то сверхъестественные события Совершаются вот там в громе и молнии, в сиянии и так далее Иногда что-то очень бытовое, простецкое, да Но и в этом тоже божественное действие И как в 10 главе мы очень много читали о... Короткая глава, но много читали о родительской тревоге, скорбе, заботе, желании удержать при себе своих детей Вот в 11 то же самое То есть человеческие чувства – одна из важнейших вещей Вот все это высокое богословие, оно занимает сравнительно мало места в книге А люди с их заботами, тревогами, с их любовью друг ко другу занимают место огромное Анна, подбежав, бросилась на шею к сыну своему и сказала ему Увидела я тебя, дитя мое, теперь мне хотел умереть И оба заплакали А Тавет пошел к дверям, он же слепой, и споткнулся Но сын его поспешил к нему, поддержал отца своего И приложил желчь к глазам отца своего И сказал, ободрись, отец мой Глаза его заел, и он отер их И снялись с краев глаз его бельма Увидев сына своего, он пал на шею к нему и заплакал И сказал, благословен ты, Боже, благословен и имя твое во веки И благословен и все святые ангелы твои Потому что ты наказал и помиловал меня Наказал, кстати, абсолютно непонятно за что Но Тавет понимает любую неприятность, которая с ним происходит Как некое наказание от Бога Как то, что способствует его исправлению Вот я вижу Товию, сына моего И вошел сын его радостный И рассказал отцу своему о чудных делах, бывших с ним в Мидии И вышел Тавид навстречу невестке своей, то есть жене Товии К воротам Неневии, радуясь и благословляя Бога И видевшие, что он идет, удивлялись, как он прозрел И Тавид исповедовал пред ними, что Бог помиловал его Когда подошел Тавид к Саре, невестке своей благословил ее и сказал Здравствуй, дочь моя, благословен Бог, который привел тебя к нам И благословенный отец твой и мать твоя Обрадовались все братья его в Неневии И пришел Ахиахар и Насваз, племянник его Ахиахар тоже его родственник, который там занимает видную должность при дворе И весело праздновали брак Товии семь дней Второе празднование Такая радостная, веселая глава И вроде бы дело на этом закончено Но это еще не хэппи-энд Потому что еще остается Рафаил, ангел Который, собственно говоря, все это и устроил Каково с ним будет прощание и расставание Об этом расскажет нам двенадцатая глава Ну а мы только можем сказать, что в одиннадцатый хэппи-энд Счастливый конец Всем это нравится И на самом деле, ну вот, больше про эту главу, пожалуй, не скажешь Счастливый конец